Итак, давайте набросаем несколько правил, которые определят, собственно, оформление нашего футера. Давайте начнем с фонового цвета, как всегда. Значит, фоновый цвет для нашего футера определим. Вот он у нас 34, 34, 34. Скопируем. И давайте писать. Значит, здесь поставим комментарий. Футер уже у нас. Собственно, футер, по идее, был и раньше, да, выше. Там слайдер. Такой. Можно относить к футеру, можно не относить. Это уже вот, вот это вот действительно уже футер у нас, да. Поэтому я поставлю здесь комментарий футер. Значит, футер у нас располагается, менюшка, да, это футер меню. Так, да, футер меню. Ну, и, соответственно, футер меню. Бэкграунд. Вот такой вот. Так, давайте сразу, опять-таки, чтобы было видно, что я делаю в онлайне, да. Вот, немножко сдвинем вот так вот. Бэкграунд и паддинги. Здесь паддинги у нас сверху, снизу по 30 пикселей, ну, по бокам, как обычно, 0. Паддинг 30 и 0. Так. Дальше. Заголовки. Заголовки здесь у нас H5. Поэтому используем футер меню. Пишем H5. Смотрим, какой здесь у нас цвет, размер. Размер 14 пикселей. Он у нас, собственно, идет по умолчанию 14. Болт. Жирный. И такой вот цвет. Значит, color. Вот такой вот. И font-weight 700. Ну, а размер шифта 14 пикселей у нас и так стоит по умолчанию. Единственное, здесь еще нам нужно текст-трансформ-апперкейс. Отлично. Дальше. Футер меню. Списки. Нам нужно убрать маркеры и нужно убрать паддинги, чтобы выровнять по одной линии. Кстати, чтобы убрать маркеры, как вы помните, есть класс специальный в Bootstrap, который мы можем добавить к списку для того, чтобы убрать маркеры. Ну, я не хочу добавлять лишний класс, поскольку я могу, я и так буду оформлять футер меню в списке, да, и поэтому мне несложно написать list-style-none, да, чтобы убрать вот эти вот самые маркеры, вместо того, чтобы лепить еще один класс. Вот. Ну, это мое мнение. Вы можете добавить этот класс. Мы его сами использовали, по-моему, в теории. Вот. Я этого делать просто уже не буду. Так, и паддинг 0. Отлично. Цвет, по-моему, такой же у нас, как и для заголовка. H5. Да, вот, C8. Размер 14, регуляр. Так, футер меню UL. LI-A. Цвет. Вот такой вот. Так, ну, единственное, мне кажется, здесь побольше отступы. 22. Здесь 24. Тоже видим, да, есть все-таки недоработки в рисовании макета. Здесь line-height 24, здесь 22. Давайте поставим line-height 22 пикселя. Ну, нормально вроде как. Можете 24 поставить. Можете 22. Так, хорошо. С этим нормально. Картинки у нас тоже нормально расположились. С адаптивностью мы чуть позже разберемся. И переходим к копирайту. Значит, цвет, по-моему, у нас background здесь беленький. Так, да, ff, f, значит, это footer, copyright, copyright, background, fff, вот он, да. И падинги. Падинги по 25 пикселей здесь у нас сверху снизу и по нулям слева-справа. Так, падинг 25 и 0. Во, чудесно. Ну, и нам нужно разместить вот это вот по левому краю. В принципе, оно по левому и размещено. А картинки по правому краю. Это можно сделать добавлением класса для картинок. TextRight. TextRight. Помните, какой класс? Он просто выравнивает inline-овое содержимое, да, то есть текстовое содержимое. А выравнивает по правому краю, да, то есть создает просто text-align-right. Вот, можем добавить еще text-left вот здесь вот. У нас, в принципе, и так по левому краю все замечательно выравнилось. Так, чудесно. Ну, и давайте посмотрим, что у нас с адаптивностью. На этом, в принципе, можно считать, что мы и закончили, да. Да. Так, откроем инструмент, нажав клавишу Ctrl-Shift-M. И давайте уменьшать наш экран. Так, значит, вот мы перескочили на меньше 1200, да, на 1200. Вот. И мы видим, что наши картинки здесь уже начинают съезжать, не помещаться. Поэтому есть смысл просто их выстроить в один ряд по вертикали. Картинок у нас, благо, немного, и поэтому они примерно займут такую же высоту, как менюшки. Сравняются по высоте, и это будет, в общем-то, нормально смотреться. Так, картинки у нас. Это класс Social Icons на 1200. Вот наша максимальная ширина. Мы устанавливаем класс Social Icons. Внутри него EMG. И каждую EMG делаем блочным элементом. DisplayBlock. Вот. Так. Ну, и какой-нибудь небольшой отступ задать. Чисто символический. Допустим, Margin Bottom 3 пикселя. Просто, чтобы видно было, что они не слиплись кучу, а так отделены друг от друга. Так, здесь нормально, здесь нормально. Хорошо, идем дальше. Так. Вот мы переползли отметку 992 пикселя, и наши менюшки, в общем-то, выстроились в одну линию. И это смотрится не очень хорошо. Не очень хорошо. Давайте мы их расположим в два ряда, как и вот эту верхнюю менюшку. Вот эти верхние менюшки в сайдбаре. Вот так же расположим их в два ряда. Только здесь у нас шрифт мы видим большой, а в футере поменьше. Поэтому, в принципе, они даже и на телефонах вполне могут уместиться в два ряда. Вот у нас 320, хотя, может, и не... Ну, ладно, давайте поставим в два ряда их. Да. Так. Возвращаемся в верстку. Вот они, наши менюшки. Каждая обернута в CallMD3. И добавляем к этому CallMD3. Давайте CallXS6. Здесь, здесь и здесь. То есть мы на экстра-маленьких устройствах и, соответственно, на маленьких, до MD, мы колонки выстраиваем по две в ряд. Так, хорошо. Ну и на экстра-маленьких тоже хорошо. Сейчас мы их только доведем до ума и будет совсем отлично. Ну, как по мне, можно и на 320 оставить их как есть. Ну, а можете, если вас не устраивает это, если вам кажется, что они слеплись в кучу, можете, конечно же, сделать так же, как мы делали для вот этого вот меню. Да, то есть мы тоже делали XS6, но на каком-то, на 540, по-моему, пикселей мы их сдвигали в один ряд. Да, то есть ширину 100 пикселей, 100% задавали. Так. Ну и до ума мы хотели довести. Да, вот у нас вот этот вот блок меню высокий, а вот второй, следующий, за ним низенький. низенький. Поэтому третий, он заезжает, поскольку наши элементы флотятся, он заезжает вверх. И мы помним с вами, как решить эту проблему. Мы просто добавим блок ClearFix, который будет виден только на, соответственно, на SM и на XS. Так, это мы делаем после второй нашей менюшки, где должно сбрасываться обтекание. Значит, класс ClearFix и добавляем видимость на ко... Так, visible, да? Точнее, вот так вот, visible. Как там пишется? По-моему, XS. Сейчас проверим. Я уже не помню. XS блок. И visible... SM-блок Так, проверим А, вот, правильно все сделали мы Не ошиблись Так, первая менюшка, вторая, третья, четвертая Отлично И на 320 Ну вот, в принципе, нормально, как мне кажется, они выстроились Как мне кажется, нормально Так, что еще хотелось бы сделать Это сделать ссылки блочными элементами Чтобы на мобильных не тыкать пальцем Пытать попасть по ссылке А можно было провести где-нибудь вот здесь вот тыкнуть И, соответственно, нажала бы нужная ссылка Ну, в общем, как это делается на мобильных устройствах Хотелось бы Так, для этого Наши ссылки Вот она Элемент Менюшка съезжает у нас на 992 И, соответственно, вот мы здесь это добавляем Дисплей-блок Вот так вот Ну вот, да, видим У нас ездят Ссылочки Хорошо Так, и, пожалуй, на 992 Картинки мы опять можем выстроить в ряд Да Социал-социал-айконс-имж Дисплей-блок мы задавали Соответственно, возвращаем Дисплей Что он называется? Дисплей-инлайн, да? Инлайн, вот так вот, да Ну, и margin-bottom Мы им там задавали по 3 пикселя Давайте сбросим Его Обнулим Margin-bottom 0 В принципе, он ни на что не влияет здесь Ну, пусть будет Так, вроде как все хорошо И копирайт Еще копирайт Вот на 992 Тоже он съезжают Вот эти вот наши картинки Платежных систем, да Можно сделать Выравнивание им по левому краю Вот здесь вот, да Как это сделать? Давайте мы просто добавим Дополнительный класс Здесь Зажимаем его, допустим, pay Pay И на 992 пикселя Для класса pay Мы поставим Text-align Text-align Так что такое Text-align-left Вот Чудесно Так, ну что ж Как мне кажется Мы можем С этим макетом Попрощаться Мы его успешно сверстали Все работает Все Замечательно Давайте посмотрим еще Как он ведет себя При масштабировании Просто отлично Так, ну что ж Все Как видите Используя фреймворк Bootstrap Мы даже В общем-то С Небольшими знаниями Верстки Не особо Глубокими знаниями Верстки Мы можем Легко Сверстать Аккуратный Ровный Макет Сайта Где Ни один элемент Не вылазит За пределы контейнера Где они Вот Выстраиваются В один рядок Что заголовки Что товары Что содержимое Сайтбара Что вообще Все содержимое Нашего сайта Видите Все оно Красиво Аккуратно Выстроено В один ряд Представьте Если бы мы Не использовали Фреймворк Это опять-таки Я возвращаюсь К похвалам Которые я Уже озвучивал Ранее Да Вот Ну что поделать Фреймворк Что есть от него Не заберешь Да То что у него есть Вот он Так вот Позволяет легко Верстать красивые И действительно Ровненькие Аккуратненькие Сайты Все Значит С этим шаблоном Мы с вами закончили С интернет-магазином Ну и Следующий Шаблон Который мы сверстаем В следующей части В очередной части Нашего курса Это будет шаблон Продающей страницы Landing page Так называемый Вот Или посадочная страница Да Landing page И там Тоже мы будем использовать Конечно же Фреймворк Bootstrap Итак С этой частью Мы закончили И жду вас В следующей части Субтитры создавал DimaTorzok